Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я и ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Максим Кузнецов. Здравствуйте! Я координатор проекта «О чем молчат разрушенные храмы», который реализуется молодежным отделом Рязанской епархии. Давайте начнем с самого общего такого вопроса. О чем ваш проект? Наш проект создан для того, чтобы запечатлеть в том состоянии, в котором они сейчас находятся, все недействующие храмы Рязанской области. Их порядка 200. В каких храмах уже успели побывать? Мы побывали сейчас уже порядка 60 храмов, которые находятся в Клепяковском районе, частично в Скопинском районе, Пыроонском районе, Новославском районе. Храмы, конечно, в нашей области есть действительно уникальные, очень интересные. Где-то сохранились фрески, где-то уникальная архитектура. Поэтому, конечно, наш проект весьма интересен и, конечно, имеет определенную культурную ценность. Для того, чтобы данные храмы, которые сейчас не восстанавливаются, к сожалению, многие, есть вероятность, что они даже будут утрачены, поскольку время не щадит их. Если храм действующий, разрушается, вполне возможно, что вот уже следующее поколение просто и никогда его не увидит. Поэтому мы с помощью технических средств, квадрокоптер, фотоаппараты, видеокамеры объезжаем данные храмы и производим видеосъемку. Но ведь вы не сразу выезжаете на храмы. Идет небольшая подготовка перед этим. Что это за подготовка? Конечно. Подготовка идет очень серьезная. Мы изучаем архивные материалы, мы изучаем записи, которые в той или иной мере оставляли в литературе жители тех мест или какие-то историки, краеведы. То есть, естественно, мы делаем достаточно серьезную подготовительную работу. То есть, необходимо понять, есть ли в данном населенном пункте храм, в каком он состоянии, и потом мы уже совершаем выезд туда. Одно из таких важных частей вашего выезда – это в каждом храме, в каждой церкви у вас проводится молебен. Для чего это? Смотрите, молебены мы проводим, конечно, не в каждой церкви. То есть, буквально начали мы такую практику этим летом. А проект у нас уже более года. То есть, мы начали в мае прошлого года. Молебен, скажем так, ну, как мы православные христиане понимаем, храм, он в первую очередь создается для молитвы. К сожалению, храм, если он был, ну, скажем так, разрушен, разграблен, то его необходимо уже переосвечать для того, чтобы совершать там литургию. И, к сожалению, в большинстве случаев, ну, просто вот его состояние, в котором он находится, этого не позволяет сделать. Но мы сейчас, вот у некоторых таких, ну, наиболее сохранившихся храмов, которые вот интересны, в первую очередь для того, чтобы привлечь к этому храму внимание местных жителей, мы вот с отцом Павлом Коньковым и еще неравнодушными местными жителями и те, кто вот хотел бы присоединиться, ну, хочет присоединиться к нашему проекту, мы выезжаем в данный храм, производим там уборку, расчистку местности. И, конечно, совершаем молебен, чтобы вот те, соответственно, годы, которые в данном храме молитва не звучала, вот как-то, чтобы вот в данный день она все-таки прозвучала, да, чтобы там была такая небольшая совершенно соборная молитва. Удалось ли привлечь внимание какому-то из храмов, чтобы его восстановили? То есть, например, в селе Калинцы церковь, она, по-моему, признана памятником архитектуры. Может быть, получилось таким проектом привлечь внимание? Ну, в селе Калинцы, в принципе, уже там есть и приход зарегистрированный, да, то есть в той или иной мере там сейчас идет восстановление, и достаточно, я бы даже сказал, активно местные жители там периодически приходят туда, в данный храм. И вот я думаю, что там как раз восстановление будет достаточно активно идти. Вот. Но так, вот, например, в селе Воскресенка Пронского района, в селе Аристово-Клепиковского района храмы, действительно, вот буквально на наших глазах они восстанавливаются из нептия. Да, конечно, это огромные заслуги местных жителей, которые, ну, буквально из руин поднимают свои храмы. То есть, мы вот даже сделали такую небольшую брошюрку для того, чтобы раздавать местным жителям, которые заинтересованы в этом. Потому что вот у нас, например, как у нас происходит выезд, да, то есть мы приехали, ну, очень часто, конечно, бывает так, что вообще просто нежилое село, да, там уже как-то понятно, что там может один-два домика, там где-то кто-то проживает. И нету вообще даже проживающих там местных жителей. Но бывает так, что, в общем-то, село-то жилое, да, то есть, ну, по каким-то причинам вот не было какого-то такого вот интереса, может быть, может быть, как-то вот не знаю, с чего начать. И мы приезжаем, общаемся с местными жителями, да, они задают, естественно, вопросы, каким образом вот вообще начать, как вот восстановить-то, собственно, да, с чего начать. Потому что, ну, говорят, юридических вопросов не сильные, да, там какие-то строительные моменты там тоже неизвестны. Мы такую специальную брошюрку разработали для них, там вот все ответы, ну, такие, часто задаваем вопросы, вот, рассказываем, какие шаги предпринять, каким образом вот правильно будет зарегистрировать общину. То есть, ну, скажем так, просто именно общаемся с местными, пытаемся как-то вот, ну, ответить на их такие насущные вопросы вот по данной теме. 60 поездок. Какая самая запоминающаяся была и почему? А вы знаете, вот очень было много всего интересного. Бывало, что к нам выходили с двустволкой, говорили, чего вы здесь снимаете, может быть, вы какие-нибудь террористы. Вот, причем в очень отдаленной деревне, конечно, это наиболее забавно было. Вот, бывало, нас принимали за черных копателей, да, но, естественно, люди защищают свои святыни. Пусть они сейчас вот в таком разрушенном состоянии, но вот очень, кстати, это приятно. Вот, когда просто, ну, приехали, и видно, что жилая деревня, и никто к нам не вышел, это вот уже как-то не очень интересно. А вот когда люди выходят, пусть сначала с негативом, но потом, когда мы уже, конечно, поговорим, уже все нормально становится. Вот, здесь, конечно, действительно, ну, вот приятно. Ну, вот интересные были поездки, когда действительно вот, по сути, недействующие, ну, храмы, да, такие небольшие, пусть сильно там разрушенные. Но вот приезжаешь туда, и вот действительно видно, что люди стараются пусть такой вот своими силами, но как-то его поддерживать. Поддерживать, да, там, иконки развесят, уберут, там, мусор как-то, да, там, кустарник подрежут, там, который там, ну, вокруг их где-то растет. То есть вот это всегда приятно. А какие планы дальше? То есть куда планируете выезды и к чему-то, может быть, сейчас такому громадному готовитесь? В первую очередь мы хотели бы объехать все 200 храмов. Я думаю, что за год-два мы это, конечно, сделаем. Буквально в сентябре у нас планируется выставка фотографий самых таких интересных знаковых храмов. Конечно, мы будем продолжать и волонтерские выезды. То есть вообще одна из целей основных, по большому счету, это привлечь внимание местных жителей к своему храму, привлечь внимание общественности к проблеме восстановления недействующих храмов. И, скажем так, вот, сохранить их облик на сегодняшний момент. Потому что, ну, как мы понимаем, да, разрушаются храмы, да, если они вот в таком недействующем состоянии. Поэтому волонтерские выезды мы продолжаем. Будем продолжать вот такие выезды с молебнами в те населенные пункты, где мы видим, да, что есть потребность в этом у местных жителей, экскурсии. Потому что вот тоже практика показала, мы сделали несколько таких пробных экскурсий, когда мы выезжаем, ну, делаем объявление, анонс на сайтах и собираем людей, которые были бы в этом заинтересованы, привозим их на место, рассказываем про храм, рассказываем про каких-то знаковых личностей, да, которые в том или ином мире связаны с данным храмом. Собственно говоря, отвечаем на их вопросы. Опять же, кто-то после этих экскурсий уже хочет присоединиться к нам как волонтер. И это, естественно, всегда приятно. То есть, что вот не просто люди там послушали, ну, да, хорошо. Но и хотят как-то продолжить созидательную деятельность по проекту нашему. И как-то, может быть, финалом, наверное, нашей вот этой деятельности мы хотим просто сделать такую книгу, которая полностью бы давала такую картину на сегодняшний момент всех храмов, храмов недействующих, которые есть на территории Рязанской области. То есть, это архивная справка, описание, каким образом происходило закрытие храма, что там было вот в советское время, в каком состоянии находится сейчас. И если там в той или иной мере сформирована община, мы будем оставлять реквизиты представителей данных общины, что, возможно, кто-то, прочтя эту информацию, захочет помочь данному храму, да, или связаться вот с представителями данной общины, чтобы помочь уже в восстановлении. Потому что практика показала, вот есть такие примеры, когда люди, которые, ну, либо там родственников имеют в том или ином селе, а сейчас они, допустим, проживают в Москве, и финансово они вполне могут помочь храму. И они просто не знают, да, что есть там что-то, нет там что-то. А тут они смотрят, о, интересно, да. То есть, храм там вроде какая-то общинка есть, там вроде пытаются что-то восстановить. А если они могут помочь материально, это очень, ну, замечательно. То есть, там сельским жителям, конечно, тяжело восстанавливать храмы, а здесь и есть возможность финансово помочь. Вот это одна из целей, да. То есть, именно донести вот такую информацию, которая, ну, быть может, недоступна вот так простому человеку до более широких масс. Сам проект, о чём молчат разрушенные храмы, это продолжатель проекта «Будем искать». Да, «Будем искать». Ну, это, скажем так, просто определённые стадии одного и того же проекта. Потому что изначально мы хотели, ну, просто фотографировать, делать видеосъёмку. Причём даже сначала у нас тоже были такие разногласия в нашей команде, как мы это будем делать, то есть, это будет ли это просто техническая такая съёмка, ну, когда просто вот с четырёх сторон фотографируется храм, где-то какие-то архитектурные элементы. Ну, вот сейчас уже с появлением в нашей команде таких, ну, более профессиональных фотографов, да, там, более такой профессиональной техники, мы уже стараемся делать больше такие художественные фотографии, да, чтобы это было интересно в том числе смотреть. Потому что, ну, когда храм просто сфотографировано с четырёх сторон, ну, так вот людям, может быть, это не так интересно. Может, да, профессионалам, архитекторам, которые потом будут, допустим, восстанавливать по этим фотографиям изначальный облик, это и нормально. Ну, вот хотелось бы, чтобы ещё было так вот интересно и для людей. Поэтому изначально проект был вот таким, да, то есть просто отфотографировать, снять небольшие видеоролики всех храмов, этих двухсот, которые есть на территории Рязанской области. Сейчас всё-таки мы уже расширяем деятельность, в первую очередь именно как волонтёрскую деятельность по помощи тому или иному храму. В первую очередь уборка, общение с местными жителями, раздача брошюр, ну, и какие-то, может быть, вот такие, ну, помощь именно какая-то материальная там, да, то есть, в принципе, есть такие возможности, можем где-то как-то привлечь, да, там, внимание к тому или иному храму, что-то вот разово, да, какими-то материальными ресурсами помочь. Вот. То есть проект расширяется постепенно. Вот надеемся, что и далее будем расширяться, да, как-то вот. У храмов очень, у многих храмов очень разная судьба, то есть какие-то были даже зернохранилищами, какими-то складами. Зернохранилища – это просто классика, да, то есть, как правило, закрывался храм, ну, в основном они закрывались вот в Рязанской области с 30-е годы, то есть прямо массово. Как правило, зернохранилища какие-то перестраивались для этого, иногда там клубы были, иногда там какие-то, да, то есть скотные дворы – это уже, конечно, гораздо хуже, то есть если зернохранилища, то, в принципе, храм, как правило, сейчас находится, ну, в более-менее нормальном состоянии. Если он перестраивался, если он, ну, соответственно, в какие-то такие вот животноводческие цели использовался, то, конечно, состояние его сейчас уже, как правило, уже очень плохое. Поэтому уже восстановление в изначальном облике уже, как правило, этой речи не идет. То есть и фрески уже, как правило, уничтожены. А вот если зернохранилища, то, да, в принципе, ну, храм в таком вот состоянии, они, в общем-то, да, можно даже и восстановить. А 60 выездов нашли для себя ответ на вопрос, о чем же молчат разрушенные храмы? Ну, храмы, скажем так, они не молчат. Они нам говорят, что вот есть ценности для человека, которые вечные. Да, а храм — это вот то место, где эти ценности вот воплощаются в самом таком явном виде. Поэтому каждый храм, он даже пусть не действующий, он все равно остается Домом Божиим. И, конечно, очень важно по возможности сделать все, чтобы он восстановился именно в своем изначальном облике. Максим, спасибо большое, что стали гостем нашей передачи, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. До свидания.